Пабло Эмилио 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 Меделлинского картеля Он подкупал политиков, судей и полицейских Если те не шли на сделку То в ход шел шантаж Но в основном картель действовал по принципу Плата, оплома, серебро или свинет Тех, кого не удавалось подкупить Попросту убивали К 1979 году Медельинский картель уже владел более 80% наркоиндустрии США. 30-летний Пабло Эскобар стал одним из самых богатых людей мира. К тому времени Эскобар женился. Его избранницей стала Мария Виктория Энао Вильехо, которая до этого была в его окружении. У них родился сын Хуан, а позже дочь Мануэла. Сам же Пабло купался в роскоши. По подсчетам оперативников Американского управления по борьбе с наркотиками, помимо миллиардов на счетах, Пабло Эскобар на пике своей преступной карьеры владел полусотней раритетных авто и тремя десятками шикарных поместьй с бассейнами, собственными озерами с рыбой, мини-аэропортами и многими другими предметами роскоши. К примеру, в особняке стоимостью 63 миллиона долларов, где Пабло обитал чаще всего, был собственный зоопарк. Там в хорошо обустроенных загонах обитали антилопы, бегемоты, слоны, жирафы, кенгуру, розовые фламинго и носороги. Неподалеку от зверинца находился дендрарий с экзотическими растениями. При этом посмотреть на всю эту экзотику свободно и бесплатно мог любой колумбиец. Эскобар знал толк в красивой жизни. Для своего сына он устроил собственный динопарк со скульптурами динозавров в натуральную величину. А для себя, ценителя гангстерской тематики, сумел достать автомобиль, которым в 1934 году была застрелена самая знаменитая преступная пара всех времен – Бонни Паркер и Клайд Бэроу. Резиденцию Эскобара содержала прислуга из 1700 человек. Оборота в нее украшал легкомоторный самолет, на котором его люди доставили первую партию наркотиков в США. Не забывал Пабло и о малой родине. Чтобы заручиться поддержкой населения, Эскобар развернул в Медельине широкое строительство. Он прокладывал дороги, строил стадионы и возводил бесплатные дома для бедных, которые в народе называли кварталы Пабло Эскобара. Сам он объяснял свою благотворительность тем, что ему было больно видеть, как бедные страдают. Хотя больше здесь прослеживаются корыстные цели Эскобара. В преступном мире Эскобар достиг вершины власти, но этого ему было мало. И в 1982 году Пабло Эскобар выдвинул свою кандидатуру на выборах. И в свои 32 года стал замещающим конгрессмена Конгресса Колумбии, правом голосовать за конгрессменов во время их отсутствия. Этим Эскобар не ограничился и начал подумывать о посте президента Колумбии. Однако, оказавшись в богате, он обнаружил, что его популярность не вышла за пределы Медельина. В богате о нем слышали как о сомнительной личности, прокладывающей дорогу к президентскому креслу. Один из популярнейших политиков Колумбии, основной кандидат на президентское кресло, Луис Карлос Галлан, первым открыто осудил связь нового конгрессмена с криминальным бизнесом. Министр юстиции Колумбии Родриго Лара Банилья развернул широкую кампанию против вложения грязных криминальных денег в предвыборную гонку. В итоге, в январе 1984 года Пабло Эскобар был исключен из Колумбийского конгресса. Стараниями министра юстиции политическая карьера Пабло закончилась раз и навсегда. Но Эскобар не собирался уходить тихо. 30 апреля 1984 года лимузин Лара Банилья попал в засаду на одной из улиц в северной части Богаты. Несколько машин блокировали автомобиль министра, а два боевика на мотоциклах практически в упор расстреляли его. В результате нападения министр юстиции и еще несколько человек погибли. В середине 80-х годов администрация президента США Рональда Рейгана объявила свою собственную войну распространению наркотиков не только на территории Соединенных Штатов, но и по всему миру. Между США и Колумбией было достигнуто соглашение, согласно которому колумбийское правительство обязывалось выдавать американскому правосудию преступников, занимавшихся переправкой наркотиков в Соединенные Штаты. На тотальную войну, начатую правительством, наркомафия ответила террором. Пабло Эскобар создал террористическую группировку под названием Los Extraditables, подлежащие выдаче. Ее участники совершали нападения на чиновников, полицейских, а также всех, кто выступал против наркоторговли. Поводом для террористической акции могла послужить крупная полицейская операция или выдача в США очередного босса мафии. За голову каждого несговорчивого полицейского или неугодного чиновника Эскобар платил 100 долларов. В бедной Колумбии это были баснословные деньги. Подку и запугивание чиновников принесли свои плоды. Уже через год Верховный суд Колумбии отменил соглашение об экстрадиции наркоторговцев в США. Однако, уже через несколько дней новый президент Колумбии Верхилио Барко наложил вето на решение Верховного суда и возобновил действия этого соглашения. В феврале 1987 года в США был экстрадирован ближайший помощник Эскобара Карлос Ледер. Чтобы избежать ареста и выдачи Соединенным Штатам, Эскобар был вынужден скрываться и строить тайные убежища по всей стране. Благодаря информации от своих людей в правительстве, он успевал на шаг опережать правоохранительные органы. К тому же Пабло помогала любовь бедняков. Повсюду у него находились добровольные осведомители, которые при приближении полицейских решили предупредить о них своего кумира. Вместе с Эскобаром пряталась и его семья. Спустя несколько десятилетий сын наркобарона вспоминал, как однажды, будучи в бегах, им пришлось ночевать буквально в чистом поле, где не было даже дров, чтобы разжечь огонь и согреться. Тогда Пабло стал сжечь деньги. Главное, что было при нем. За ночь Эскобар стал беднее на несколько миллионов долларов, но семью согрел. «В этой жизни я могу найти замену любой вещи, но я никогда ничем не заменю своих жену и детей», – любил говорить наркобарон. Здесь нужно сказать, что все это только со слов Хуана Эскобара, не раз рассказывавшего легенды о своем отце. Жизнь в бегах не устраивала уже привыкшего к роскоши Эскобара, и в 1989 году Пабло Эскобар вновь пытается заключить сделку с правосудием. Он согласился сдаться полиции, если правительство выступит гарантом того, что его не выдадут Соединенным Штатам. Власти ответили отказом. Тогда по всей Колумбии прокатилась волна убийств чиновников и представителей закона. Так, 16 августа 1989 года от рук киллеров погиб судья Верховного суда Карлос Валенсия. На следующий день был убит полковник полиции Вальдемар Франклин Кантера. 18 августа 1989 года на предвыборном митинге был застрелен известный колумбийский политик Луис Карлос Голан, который обещал в случае избрания его президентом страны начать непримиримую войну с наркоторговцами, очистить Колумбию от наркобаронов, экстрадировав их в США. Перед выборами президента Колумбии киллеры только в богате совершили в течение двух недель 7 взрывов, в результате которых погибло 37 и получили тяжкие увечья около 400 человек. 27 ноября 1989 года люди из Кабара подложили бомбу в пассажирский самолет Boeing 727 колумбийской авиакомпании, на борту которого находились 101 пассажир и 6 членов экипажа. Все они погибли в результате взрыва через 5 минут после взлета самолета. Кроме того, 3 человека на земле были убиты падающими обломками самолета. Правительство ответило массовыми рейдами, при которых подвергались уничтожению химические лаборатории и плантации наркосодержащих растений. Десятки участников наркокартелей оказались за решеткой. В ответ на это Пабло Эскобар предпринял две попытки покушения на шефа колумбийской секретной полиции генерала Мигеля Мауса Маркеса. При втором покушении 6 декабря 1989 года от взрыва бомбы погибло 62 человека и около 100 получили ранения различной степени тяжести. От террора Эскобара в Медельине каждую неделю гибли 40-50 человек. Среди колумбийцев началась жуткая паника. За поимку наркообороны террориста была назначена награда в 1 миллион долларов США. В начале 90-х годов Пабло Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых наркоторговцев в Соединенных Штатах. Куда больше Пабло Эскобара ненавидели родственники и друзья тех, кто погиб от рук его людей при расправах и терактах. С общей ненавистью к Эскобару не применил воспользоваться Эмиль Эрера, известный как Пачо, один из лидеров картеля Кали, конкурирующего с Медельинским. Именно Пачо принадлежала идея создания группировки под названием Лос-Пепес, в расширенном переводе преследуемая Пабло Эскобаром. Участники этой организации стали тесно сотрудничать с колумбийской полицией, которая была совсем не против дополнительной помощи в поимке врага государства номер один. Правительство Колумбии создало особую поисковую группу, целью которой был сам Пабло Эскобар. В группу вошли лучшие полицейские из отборных частей, а также люди из армии, спецслужб и прокуратуры. Но Эскобар действовал в своем жестком стиле. Его люди похитили несколько богатейших людей Колумбии. Пабло Эскобар рассчитывал, что влиятельные родственники заложников окажут давление на правительство тем, чтобы отменить соглашение об экстрадиции преступников. И в итоге его план удался. Правительство отменило экстрадицию Пабло. 19 июня 1991 года, после того, как Эскобару уже не угрожала экстрадиция в США, он сдался властям. Эскобар согласился признать за собой вину в нескольких незначительных преступлениях. Взамен ему простили все его прошлые. Пабло Эскобар был помещен в тюрьму, которую сам же для себя и построил. Тюрьма, построенная Пабло, называлась Ла Катедраль и была построена в горном массиве Энвигада. Ла Катедраль больше напоминала дорогой престижный клуб, чем обычную тюрьму. Там была дискотека, плавательный бассейн, джакузи и сауна. А во дворе большое футбольное поле. Эскобара навещали друзья и женщины. Семья Эскобара могла в любое время посещать его. Особая поисковая группа полковника Мартинеса не имела права приближаться к Ла Катедраль ближе, чем на 3 километра. Эскобар приходил и уходил, когда сам этого хотел. Он посещал футбольные матчи и ночные клубы Медельина. Во время своего, в кавычках, заключения Пабло Эскобар продолжал руководить многомиллиардным наркобизнесом. Однажды он узнал о том, что его компаньоны по картелю, воспользовавшись его отсутствием, обокрали его. Он тут же приказал своим людям доставить их в Ла Катедраль. Он лично подверг их жестоким пыткам, а потом приказал своим людям убить их и вывести трупы за пределы тюрьмы. Известно, что одно из убийств Эскобар совершился все наручно. Президент Цесар Гавирия, узнав о деяниях Пабло Эскобара в своей тюрьме, отдал приказ перевести его в настоящую тюрьму. Но Эскобар, узнав о решении президента, бежал. Теперь он был свободен, но у него повсюду были враги. Оставалось все меньше мест, в которых он мог найти себе надежное убежище. Правительство США и Колумбии на этот раз были полны решимости покончить с Эскобаром и его медельинским картелем. После побега из тюрьмы для Эскобара все начало рушиться. Его друзья начали покидать его. Основной ошибкой Эскобара было то, что он не мог критически оценить сложившуюся ситуацию. Он считал себя фигурой более значительной, чем это было на самом деле. Он продолжал обладать огромными финансовыми возможностями. Но реальной власти у него уже не было. Единственным способом для Эскобара хоть как-то поправить положение была попытка возобновить соглашение с правительством. Эскобар несколько раз пытался вновь заключить сделку с правосудием. Однако президент СССР Гавирия, как и правительство США, в этот раз не пошли на какие-либо переговоры с наркобароном. Более того, было принято решение о физическом устранении Эскобара. Участники Лос-Пепас взорвали бомбы перед домом Пабло. Поместье, принадлежавшее его матери, выгорело дотла. Лос-Пепас стали терроризировать и охотиться на тех, кто хоть как-то был связан с ним или его криминальным бизнесом. За относительно короткое время организация Лос-Пепас нанесла серьезный ущерб империи Эскобара. Ее члены убили множество его людей, преследовали его семью, сожгли его имение. Теперь Эскобар серьезно беспокоился за свою семью. Если бы его семья была за пределами Колумбии, он мог бы объявить тотальную войну правительству и всем своим врагам. Эскобар хотел вывезти членов своей семьи в Германию. Но после переговоров правительства Колумбии и спецслужб США с правительством Германии, семья Эскобара была отказана во въезде в страну. И самолет был возвращен обратно в Колумбию. В Колумбии правительство поселило их в одном из отелей, фактически сделав заложниками. Осенью 1993 года Медельинский картель начал распадаться. Но наркобарона больше беспокоила его семья. Эскобар уже больше года не видел жену и детей. 1 декабря 1993 года Эскобару исполнилось 44 года. Он знал, что за ним ведется постоянная слежка. Поэтому старался говорить по телефону предельно кратко, чтобы его не засекли агенты полиции и спецслужб. На следующий день после своего дня рождения, 2 декабря 1993 года, Эскобар позвонил своей семье. Этого звонка охотившиеся за ним агенты ждали много часов. На этот раз, разговаривая со своим сыном Хуаном, Эскобар оставался на линии около 5 минут. Благодаря этому Эскобара засекли в Медельинском квартале Лос-Аливас. Уже в скором времени дом, в котором укрывался Пабло, был со всех сторон окружен специальными агентами. Спецназовцы выбили дверь и ворвались вовнутрь. В этот момент телохранитель Эскобара Эллиман открыл из окна огонь по полицейским, пытавшимся штурмом взять дом. Эллиман был ранен и упал на землю. Сразу после этого с пистолетом в руках в этом же окне появился сам Пабло Эскобар. Он открыл беспорядочную стрельбу во все стороны. Затем он вылез в окно и попытался уйти от своих преследователей через крышу. Снайпер колумбийской полиции, укрывшийся на крыше соседнего дома, ранил Эскобара выстрелом в ногу. Следующая пуля попала Эскобару в спину. После чего снайпер подошел к Эскобару и произвел контрольный выстрел. Существуют многочисленные свидетельства и теории о том, кто именно произвел смертельный выстрел, который заставил Пабло Эскобара замертво упасть на крыше одного из медельинских домов. В отчете о вскрытии сказано о трех пулевых ранениях. В плече, в левой ноге и третье, в смертельное, в правой части головы. Сын Пабло Эскобара, Хуан, уверен, что смертельный выстрел сделал никто иной, как его отец. Так как он неоднократно рассказывал сыну, что если враги окружат его, он сам застрелится из своего любимого пистолета немецкой марки Зигзауэр, чтобы не быть захваченным живым. Но это уже из разряда легенд. Так, 2 декабря 1993 года закончилась жизнь Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. За 44 года своей жизни из бедного мальчика с улиц Медельина, превратившегося в самого богатого и влиятельного в мире наркобарона и оставившего за собой несмываемый кровавый след, множество трупов и сломанных человеческих жизней. Благодарю, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, информация была для вас интересной, прошу отметить его лайком и поддержать канал, подписавшись на него. Субтитры создавал DimaTorzok